Крошка Даррит. Краткое содержание романа. 18.55-18.57. Книга первая, «Бедность». Действия романа начинаются в тюремной камере Марселя с двумя заключенными, Риго Бландуа и Жаном Батистом Кавалетто. Риго рассказывает сокомернику, что он осужден за убийство жены и приговорен к смертной казни. Второй наказан за контрабанду. В город прибывает молодой англичанин Артур Клиннём, который до этого 30 лет жил в Китае с отцом, который перед смертью передал сыну часы с инициалами Н. З. Не забывай, бормоча, твоя мать. В дороге он знакомится с дружелюбной семьей Мигэл З. Прибыв в Лондон, Артур пытается выяснить у матери значение инициалов, однако она отказывается что-либо разъяснять. Миссис Клиннём, хотя и прикована к инвалидной коляске, управляет всеми делами фирмы с помощью секретаря Еремии Флинтвинча и его жены-служанки Эфири. Артур навещает свою бывшую возлюбленную Флору Финчинг и находит ее толстой и неинтересной. В одной из камер долговой тюрьмы Маршалси живет с семьей несостоятельный должник Уильям Даррид. Его зовут отец Маршалси, титул полученный за долголетние заключения. Мистер Даррид провел в тюрьме 23 года. Здесь родилась его младшая дочь Эми, которую за хрупкость и небольшой рост ласково называют крошка Даррид. Она работает швеей в доме Миссис Клиннём, содержит своим трудом отца, помогает непутевому брату Типу и заботится о старшей сестре, танцовщице Фанни. В доме матери Мистер Клиннём однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает ее и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнает ее печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дарридом и выражает свое уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на крошку Даррид, которую сопровождает Мегги, молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена должников отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип, влиятельный член Министерства Волокиты. Мистер Клиннём несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит никого результата. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Даниэла Дойса, талантливого молодого изобретателя. Мистер Миггел Зе приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Клиннём принимает приглашение, через несколько дней отправляется навестить семью Миггел Зе. Их дочь, Бэйби, производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у нее уже есть ухажер, Генри Гоуэн. Даниэл Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Мигглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается. Между тем молодой Джон Чивер, давно питавший нежные чувства Кэмми Даррид, наконец признается ей в любви, однако, она деликатно отвечает, что между ними не может быть ничего, кроме дружбы. После она отправляется к сестре в театр и из разговора с ней узнает, что у той появился ухажер Эдмонд Спалкер, сын состоятельного банкира мистера Мергла. Артур и Даниэл Дойс открывают фирму, Дойс и Клиннем. Первый же рабочий день их приходит навесить Флора и тетушка мистера Эв. Позже к ним присоединяется и Панкас. Оставшись одни, Артур попросит Панкса заняться делом отца Маршалси и попытаться выяснить как можно больше о нем. Панкас соглашается и заверяет Артура, что сделает все возможное. В то же время Жан-Батист Кавалетта освобождается из тюрьмы и при содействии Артура поселяется в подворье кровоточащего сердца, где теперь живет честным трудом. Почти одновременно из заключения выходит его сокомерник, Риго Бландуа, который ныне называет себя «Ланье». Он приезжает в Лондон и тут же отправляется к миссис Клиннем с поддельным рекомендательным письмом. Он пытается ей льстить, но когда понимает, что это бесполезно, он переходит к делу и заявляет, что ему нужен кредит в размере 50 британских фунтов стерлингов. Однако, миссис Клиннем заявляет, что фирма не может дать кредит такого размера. Тогда Бландуа просит разрешения осмотреть дом и натыкается на часы с инициалами Н. За недвусмысленными намеками он заявляет, что не просто знает их расшифровку, но еще и располагает сведениями о значении часов. На все пожилая дама реагирует весьма хладнокровно и просит миссия Бландуа, если у него нет больше вопросов, удалиться. Последний так и поступает. Артур наконец решается продолжить ухаживать за Бэйби и вскоре делает ей предложение, от которого она, однако, отказывается, заявив, что уже помолвлена с Генри Гауэном. Разбирательство Панкса в деле Уильяма Доррита продвигается, он неожиданно выясняет, что отец Маршалси является единственным наследником огромного состояния. Узнав об этом, Эми сообщает отцу, который приходит в смятение от внезапного сообщения. Артур помогает семейству Дорритов выплатить долги в юридическом плане. Когда все дела касательно вступления в наследство становятся решенными, мистер Доррит решает, что семье необходимо покинуть Лондон и отправиться в путешествие по Европе. В день выезда крошка Доррит падает в обморок, и Артур на руках выносит ее из тюрьмы, чтобы посадить в карету. Дорриты уезжают, и Маршалси остается сиротой. Книга вторая, богатство. Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Все не хотят вспоминать о тюрьме. Крошки Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодоженов Гауэнов. Эми заводят дружбу с Бэйби и пишут о ней письма Артуру, полагая, что он ее любил. Мистер Гауэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэйби не нравится новой знакомой. Фанни легко становится светской дамой, завоевывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж. Однажды после визита Джона Чивери мистеру Дорриту становится не по себе. На светском обеде он забывается, думая, что он в Маршалси и все вокруг, арестанты, и обращается к ним с речью. Эми еле уводит отца. Он умирает, а за ним и Фредерик. Бландуа едет в Лондон. Им заинтересовывается Артур. В результате слежки за ним он встречает его с Мисс Уитт. Все говорят о предприятии Мердла, вкладывают деньги, Панкес убеждает Артура вложить деньги. Мердлу все поклоняются, как воплощению богатства. Вскоре он кончает жизнь самоубийством, все кто вложил в его предприятие деньги, Доррит и Панкес, Артур клынем, банкроты. Артура за долги арестовывают и заключают в Маршалси. Дойс уезжает за границу, где успешно работает инженером. В тюрьме Джон ухаживает за Артуром и впервые открывает ему глаза, что крошка Доррит любит его. Панкес и Ковалетта находят Бландуа. Приезжает Эми и ухаживает за Артуром, тюрьма его угнетает и он заболевает. Панкес и Ковалетта находят Бландуа. Риго вновь навещает миссис Клэнем и требует денег, в противном случае он раскроет Артуру тайну его рождения. Отец Артура был безвольным малым, дядя женил его на властной женщине, она узнала, что у нее есть соперница, стала мстить, отобрала у нее ребенка, Артура. Но дядя оставил ей деньги в приписке к завещанию или младшей дочери или племяннице ее покровителя, а это Фредерик Доррит, то есть деньги должны были достаться Эми. Миссис Клэнем скрыла это, с Иеремией она хотела сжечь приписку, но он ее спас, передал своему брату-близнецу, а оттого она попала к Риго. Сейчас пакет с копиями документов у крошки Дорриты, если миссис Клэнем не заплатит, она и Артур все узнают. Но денег нет, и миссис Клэнем встает и сама как безумная устремляется в тюрьму. Она все открывает Эми, но просит не говорить Артуру до ее смерти, Эми обещает сохранить тайну. Они возвращаются в мрачный дом, который рушится на их глазах, погребая под собой бландуа. Флинтвинч бежит с дорогими вещами из дома. Миссис Клэнем падает замертво. Эми сжигает завещание. При содействии Дойса Артур выходит на свободу. Эми Доррит и Артур Клэнем женятся.